МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Европейский университет Левки основан в 1990 году научным фондом Кипра и находится в пригороде небольшого городка, который, собственно, и дал название вузу. Очень важно, что в отличие от большинства учебных заведений, здесь, на Кипре, это некоммерческий университет, и именно поэтому он является одним из самых доступных по стоимости обучения для иностранных студентов. Европейский университет в Левке – один из двух государственных вузов на Кипре. Если сравнивать их с частными, то везде есть и свои плюсы, и минусы. Например, в государственных вузах проще получить стипендию или вообще учиться бесплатно для международных студентов. Правительство Кипра выделяет квоты. Девиз учебного заведения – быть на шаг впереди. Это международный университет, в котором сегодня учатся более 7 тысяч студентов из 49 стран мира. Все программы – это 42 программы бакалавриата, 21 магистрская, 10 докторских – аккредитованы Советом высшего образования Турции. Это обеспечивает международное признание диплома. А благодаря тому, что университет имеет соглашение с учебными заведениями в Европе, США и Азии, студенты, если, конечно, захотят, могут перевестись и учиться уже там, без потери курса. Студентам университет предлагает десятки направлений по экономике, математике, программированию, химическим и фармацевтическим наукам, бизнесу, менеджменту, языкам и международным отношениям, а также в сфере туризма, архитектуры и строительства. Одним из плюсов ВУЗа являются небольшие классы. Это позволяет и студентам, и преподавателям постоянно поддерживать контакт. Сейчас на факультете архитектуры идет экзамен. Первокурсники презентуют свои первые проекты зданий. Сложные ломанные формы и футуристический дизайн явно в тренде. Однако комиссии с преподавателей обращают внимание на другое. Например, цвета, стены, выкрашенные в яркие химические тона, очень быстро начнут раздражать людей, объясняет ошибку профессор. Здесь, на факультете архитектуры, студенты учатся не просто проектировать здания или интерьер. Например, у нас есть предметы, которые относятся к паблик релэйшн. Это позволяет нашим студентам подходить к архитектуре не только с точки зрения творчества, но и с точки зрения потребностей людей и ценностей, которые приняты в разных обществах. Такие же стандарты образования действуют и на факультетах архитектуры в Европе. Камбата Булгазиева родилась и всю жизнь прожила в селе Сару на Иссыкуле. Девушка честно признается, в старших классах школы, когда пришло время определяться с вузом и будущей профессией, даже не мечтала, что когда-нибудь будет учиться за границей. Все изменилось в один день. На выставке образования в Пишкеке ей попался буклет Европейского университета Левки. Анкету на получение стипендии Камбат тогда заполнила скорее на удачу и сначала даже не поверила, когда ей перезвонили. Я хотела просто рисковать. Если ты не рискуешь, то ты не можешь твою жизнь изменить. Я хотела мир с другой стороны увидеть, и я рискнула и приехала. Я даже, когда приехала, не знала языка английского и турецкого. Я сейчас в данный момент разговариваю на английском и на турецком хорошо. На факультете коммуникации будущие журналисты Азы профессии изучают, как говорят в таких случаях, полем. В УЗИ есть собственный телеканал и радиостанция. Издается журнал и работает сайт. При этом вещание ведется на всю область, и при желании студенческие передачи могут смотреть и местные жители. Что, собственно говоря, они и делают. Рейтинги у канала высокие. Мы делаем все для того, чтобы учеба на нашем факультете была интересной и разнообразной. Ведь для того, чтобы стать журналистом, необходимо ориентироваться в самых разных областях. Еще одно правило, о котором мы всегда напоминаем студентам. Одного таланта для дальнейшего успеха в профессии мало. Надо расти, учиться. А учение – это труд. Большой труд. Сегодня у ведущей ток-шоу особенный гость – талисман местной баскетбольной команды. Муфлон. Или для своих – просто муфи. Муфлон для киприотов – животное особенно. На острове его изображение встречается на денежных купюрах, монетах, марках и даже эмблеме авиакомпаний. Но если в природе муфлоны очень осторожные животные и редко кого к себе подпускают, муфи оказался вполне дружелюбен и даже согласился научить меня своему танцу. У меня получилось. Да, у вас хорошо вышло. Спасибо, Муфи. Факультет здравоохранения предлагает студентам на выбор пять специальностей. Сестринское дело, диетология, физиотерапия, социальная работа и управление в здравоохранении. Медфак Европейского университета Левки по праву считается лучшим на острове и входит в десятку лидеров среди турецких вузов. Преподавание в университете ведется на английском языке, но также есть и специальности на турецком. Если у абитуриента при поступлении есть сертификат международного экзамена по английскому, такому как, например, TOEFL, да еще и с хорошим баллом, он автоматически проходит на факультет. В противном случае придется сдавать тестирование по языку. Пройдет – пойдет учиться профессии, не пройдет – будет подтягивать английский в школе при университете. Такая практика существует почти во всех вузах на Северном Кипре. Два из наших направлений – клинические. Но и здесь студенты помимо чисто медицинских наук обязательно изучают еще и общественные. Отдельный акцент делается на этические аспекты их будущей профессии. Теорию они обязательно закрепляют на практике, ее очень много. Для этого у нас есть все необходимое оборудование и лаборатории. Но главная гордость университета – его инженерный факультет. Он был открыт одним из первых и сегодня готовит программистов, специалистов в области связи и электроники, строительства и компьютерной инженерии. Несмотря на более строгий отбор при поступлении, насыщенную и сложную программу обучения, именно сюда мечтают поступить очень многие. Я не могу сказать, что изучать точные науки легко. Но мы стараемся изо всех сил, чтобы помочь нашим студентам освоить их в совершенстве. Теоретические знания, работа в лабораториях – все сделано для того, чтобы помочь им. Но, конечно, у нас есть жесткие стандарты, и мы вынуждены им следовать. Поэтому студент сам должен хотеть здесь учиться. Кафедра строительной инженерии готовит кадры для строительной отрасли. Спрос на такие специальности традиционно высокий, и выпускники без проблем находят себе работу как в частных, так и в государственных компаниях. Но чтобы здание, дорога или мост простояли и прослужили долго, помимо законов физики от будущих инженеров, требуется досконально знать очень много вещей. Например, сейчас студенты опытным путем пытаются выяснить прочность разных марок бетона. Когда мы строим дом, чтобы избежать ненужных проблем, в том числе финансовых и моральных, стоит разбираться в материале, то есть нужно знать, как определить марку бетона, так как основой всего является прочный, надежный фундамент, который бы нас не подвел трещинами и оседанием. От марки бетона будет зависеть, какой вес он сможет вынести без разрушения. Так как Кипр является членом болонского процесса в сфере высшего образования, на острове принята общеевропейская система – бакалавр, магистр, доктор. Присвоение каждой степени зависит от количества набранных за время учебы баллов. Так, чтобы стать бакалавром, придется отучить года, но теоретически можно получить диплом и раньше, если посвятить учебе все, в том числе и свободное время. Сравнивая учебу на Кипре и дома, многие студенты из Кыргызстана отмечают разницу в работе преподавателей. Здесь отношения более неформальные, строятся по принципу равны с равным. Думаю, одинаково. Но тут сложнее, потому что язык уже другой. Вот, только это. Левкия – это небольшой город, расположенный ниже гор Тродос. Когда-то он был центром по добыче меди, знаменитым и богатым шахтерским городком. Однако, сегодня он больше известен своими цитрусовыми садами и рощами. Жители города будут уверять вас, что их цитрусовые – самые вкусные и сочные на целом острове. Как раз сейчас, в самом разгаре сезон апельсинов. К выращиванию этих фруктов здесь относятся очень серьезно. Вполне возможно, что есть даже специальная наука – апельсинология. Один сорт идет только на сок, другие плоды выращивают специально на продажу. Они более мясистые и сладкие. До столицы Никосии отсюда всего 45 минут езды на машине. Фактически, университет расположен между морем и горами. Захватывающий вид открывается практически из каждого окна. А сам регион полон истории, культуры и природной красоты. Поступить в европейский университет Левки и закончить его можно уже ради только одной процедуры вручения дипломов. Она проходит в древнем амфитеатре. Он построен еще во времена Римляны и был рассчитан почти на 4000 зрителей. И хотя сам театр до наших дней сохранился не полностью, это место и сейчас обладает великолепной акустикой. Особенность этого театра в том, что у него двойная сцена. Вот здесь, внизу и вот тут, наверху. Когда-то ее украшали мраморной статуей, но дополнительными декорациями служило само Средиземное море. Театр был частью античного города Сали, от которого на сегодняшний день, к сожалению, остались лишь руины. Но некогда это был один из десяти крупнейших городов государств, где на то время была сосредоточена вся активная жизнь Кипра. Считается, что свое название он получил в честь легендарного греческого политика и философа Солона. Насчет даты возникновения города, ученые пока что не пришли к единому мнению. Первые свидетельства того, что на данной территории проживали люди, относятся еще к 11 столетию до нашей эры. А полноценный город появился здесь по одной из версий только к 6 веку до нашей эры. Согласно же другой версии, это событие произошло еще хуже, во втором столетии до нашей эры. Во время раскопок, которые начались в 20-е годы прошлого века, археологи обнаружили на территории города множество интересных построек и предметов, включая христианскую церковь, на полу которой была найдена мозаика в виде геометрических узоров, животных, птиц и виноградной лозы. Кроме того, при раскопках удалось обнаружить храмы, посвященные Афродите и Исиде, несколько больших дворцов, базарную площадь с мраморным фонтаном, гробницы, где было найдено большое количество драгоценностей. По современным меркам Соли был не таким уж и большим городом. Всего-то 15 тысяч жителей. Зато каких! 10 лет назад археологи нашли здесь клад золотых украшений, которые доказывают, что здесь жили очень обеспеченные люди. Европейский университет Левки – это кампусный университет, где все находится на одной территории. Учебные корпуса и общежития, столовая и кафе, больница и тренажерный зал. В целом система проживания, питания для студентов, или то, что называется accommodation, в большинстве кипрских университетов построена по схожему принципу. Можно либо выбрать пакет «все включено», либо только учиться и жить, например, в общежитии, либо только учиться, но при этом снимать где-то квартиру, например, с друзьями. Что выбрать, каждый решает, исходя из своих финансовых возможностей. Снимать отдельную квартиру, конечно, удобнее, но по сравнению с материком, на острове в разы дороже стоят коммунальные услуги. В общежитии же вода, свет и интернет уже включены в стоимость. На Кипре средиземноморский климат с длинным сухим летом – середины мая до середины октября, и с мягкой зимой – с декабря по февраль, которые разделены короткой осенью и весной. Самое сложное, наверное, привыкнуть к погоде. Потому что здесь, первый раз, когда я прилетела, было лето. И лето очень жарко здесь, и влажность очень высокая. Поэтому самое тяжелое – это было привыкнуть к погоде. А так, остальное, я быстро привыкла. Вместе с Айсулу живут еще две девушки. Это стандартный номер в общежитии. Санузел и душ в комнате – это небольшое, но очень важное обстоятельство, выгодно отличает общежитие Европейского университета от других вузов. Обычно такие помещения рассчитаны на несколько жилых комнат, а то и весь этаж. На территории кампуса есть десяток кафе, еще больше в самом Левке. Однако средиземноморская кухня, где преобладают овощи и сыр, это еще одно обстоятельство, которому помимо погоды приходится привыкать студентам из Кыргызстана. Поэтому, когда тоска по дому накатывает особенно сильно, студенты идут на кухню. Именно для этих целей здесь сковорода. Девушки специально привезли ее из дома за несколько тысяч километров. Сейчас в университете учатся чуть больше 50 студентов из Кыргызстана. Этим вечером вместе с сокурсниками из других центральноазиатских республик они решили провести марафон, посвященный празднику Наурус. На Кипре официально его не отмечают, поэтому студенты решили исправить это упущение, а для представления подготовить презентацию каждой из своих стран. Музыкальный номер с комузами должен стать главным на празднике. В администрации вуза к выходцам из нашей страны относятся очень тепло. Они не только хорошо учатся, но и активнее других принимают участие в общественной жизни. Из-за чего для Кыргызстана даже специально ввели дополнительные скидки на оплату за обучение. Здесь есть форма обучения, как европейская получается, и у них баловая идет система в GPA. И чем выше, получается, с 3,5 и выше, у вас дополнительная скидка добавляется. Чем выше скидка, тем больше скидка на обучение получается. Также, если участвуют в спортивных командах, так же дается скидка или стипендия на обучение и проживание. А это еще одна инициатива кыргызстанцев. Пять девушек, которые изначально занимались танцами, решили создать группу поддержки для студенческой баскетбольной команды. При этом, каждое их выступление – это не только красивое, яркое и зрелищное шоу, но и сам по себе отдельный вид спорта. Он сочетает элементы акробатики, гимнастики, спортивных танцев. Мы все это сами придумывали. Кто-то дополнял. Каждая девушка придумывала разные движения. И так образовалась наша команда. Любопытно, что, несмотря на большую историю своей группы поддержки, у университета никогда не было, пока не приехали студенты из Кыргызстана. Вообще, выходцы из стран бывшего Советского Союза активны не только в социальной жизни, но и существенно преуспевают в учебе, признаются в ректорате. Каждый месяц в кампусе проходят десятки фестивалей, выставок, перформансов и праздников. За их проведение отвечает специальный отдел в администрации вуза. И это не считая тех мероприятий, которые проводятся в самом Левке. Любая инициатива студентов только приветствуется и всячески поддерживается. Любопытно, что на праздник пришли не только выходцы из Центрально-Азиатских республик, но и студенты из Африки, Латинской Америки и Европы. Каждое выступление они встречали бурной овацией. Каждый месяц